Добрый день, дамы и господа! Всем привет от Диты из Солнечной Канады. Сегодня мы с вами идем в Massimo Dutti. И сначала немножко витрин. Ну, витрины, как вы знаете, всегда выставляют самые модные, самые трендовые. Вот, как вы видите, все очень базовые цвета, базовые фасоны, такие приглушенно-бежево-серо-черные, белые. Ну, вообще, Massimo Dutti славится своим минимализмом в цветах и в фасонах. Это такой бренд благородного минимализма, так скажем, такой благородный масс-маркет. Ну вот, в самом магазине тоже, как видите, народу совсем нету, все очень-очень красиво развешано, красиво расставлено. И вот, видите, немножко красненького, то есть не совсем базовые, базовые цвета, а были немножко цветные вещи, которые я вам потом померю и покажу. Вот пальто стоит 399 долларов, никаких сейлов, никаких распродаж, поэтому и людей абсолютно не было, потому что люди идут на распродажи, а когда полная цена, то людей намного меньше, люди покупают намного меньше, тем более, что Massimo Dutti магазин довольно недешевого сегмента, по нашим канадским меркам. Потрясающее сочетание, все-таки черно-белая классика, это самое красивое, что может быть. Вот интересные сумочки, ничего не напоминают, вот эта вот пряжка спереди, вот ничего не напоминает, мне прям вот напомнило, знаете, вот эта самая знаменитая пряжка Гуччи. Ну и Massimo Dutti решили, так сказать, присосаться, так скажем, к их славе и произвести что-то подобное. Вообще удивительно, потому что, на мой взгляд, Massimo Dutti все-таки, ну, делать прямо уже такие копии-копии как-то не совсем по мельфо, да? Ну ладно, бог с ними. Значит, вот очень тоже интересный пиджак, я тоже взяла его в примерочную поместь, мне он понравился своим, так сказать, разнообразием цветов. Вообще такое классическое сочетание, красно-бело-черное. Кстати, вот плетеные корзинки до сих пор продают, несмотря на то, что зима на носу, но они, видимо, все еще как бы в тренде, и я с плетеной корзинкой тоже, видимо, в тренде, с которой я хожу. Вот эта юбка в комплект шла к этому пиджаку, но я не стала их примерять вместе, юбка довольно короткая, такая не совсем, ну, в общем, увидите. Платье тоже, значит, расцветка пряжки под гучи, и вот сиреневая блуза. Вот, кстати, о цветах. Было много цветных вещей, красивых цветных вещей, очень яркого, насыщенного цвета, именно вот такого лилового-сиреневого цвета, была вот такая вот блузка, с таким типа жабо по груди, спереди. Из какой-то ткани не очень мне не понравилось. Было интересное вот этот вот комплект, вот эта вот блуза, и к ней шла юбка, я попозже покажу. Значит, можно надеть вместе, и будет такой комплект, можно носить по раздельности. Вот эта вот юбка, мне кажется, вместе это будет выглядеть очень красиво, хотя я не уверена, что это все еще вот эти вот цепи, канаты как бы в тренде, не знаю, всегда, наверное, они в тренде. Вот этот пиджак я тоже беру в примерочную мерить, потому что он меня просто поразил своим цветом, а вы знаете, как я люблю цвета. Но были вещи очень спокойные, очень такие классические, и не яркие, не броские, но такие классические в стиле Массима Дути. Вот смотрите, какая хорошая сумка, такой пельмешек, типа ботеги, но немножко такой по-своему сделан. Не совсем как у ботеги, очень хорошая кожа, очень красивый, красивого цвета такого зеленого, и хорошего качества видно. Ну и вот ремни тоже, кстати, пряжечка под Гуччи, это, видимо, у них какая-то тема в этом году. Ну давайте будем смотреть примерки. Девочки, как вы поняли уже Массима Дути, в поведении нет ни одного человека. Все продавцы смотрели на меня с вожделением, ожидая, что я сейчас что-то куплю. Снимать было трудно, потому что просто они ходили за мной по пятам. Я надеюсь, что музыка не очень громкая, но если окажется, что очень громкая, и вы увидите, что я вот так вот шлепаю губами беззвучно, а говорю как бы что-то другое, то не удивляйтесь, вы знаете почему. Давайте я быстренько покажу мой сегодняшний лук. Значит, кстати, юбка у меня из Массима. Кстати, у меня самая большая примерочная, потому что я здесь единственный покупатель, поэтому я даю самую лучшую, самую большую примерочную. Юбка вот эта вот, помните, из Массима Дути, я ее купила, я вам ее показывала. Она прекрасная, она вискоза, очень хороший цвет. Единственное, что она очень мнется. Вот я отсидела на работе несколько часов, видите, она такая вся, но неважно, я как бы не парюсь, мне кажется, что в этом есть какой-то свой шик. А кофточка у меня из Зары, пиджак не помню откуда, бусы тоже, по-моему, из Зары. Бусок у меня пусто, я забыла надеть сережки. А, и ботиночки тоже из Зары. Как они называются? Есть или какое-то название специальное сейчас. Вот. Ну и моя сумка вот эта вот, которую я вообще сейчас в машине не переставая, потому что все-таки она как бы осенняя, а зимой я вряд ли буду носить соломину. Ну, мне так удобно, она такая большая, в нее влезает все-все-все-все, что мне нужно. Вот я хожу на работу, все свои бумаги, в общем, она такая объемная, классная. Так, ну давайте померяем. Смотрите, какой у меня многоцветий сегодня. Несмотря на осень и зиму, мы продолжаем радовать себя яркими цветами, потому что, потому что. Это такая вязаная шея, это называется как дырочка кофты. И вот с этим вот, вот так. Очень удобно брюшко прикрывать. После обеда. Не знаю, я, наверное, сначала покажу, что я взяла. У меня здесь юбка, у меня здесь свитер, вот такой вот сиреневый, потрясающий жакет. Потом скажу цель. У меня здесь красное платье. Ой, не могу достать. У меня здесь еще вот такой жакет, который я хочу померить. Вот с этим потрясающим красным платьем. Все, меряем. Девушки, платье офигенное. Очень красиво. Просто очень. У меня вот такое интересное здесь как-то разрез. Видите, какая интересная юбка. Ну, оно, конечно, здесь вот надо чем-то желательно... Очень хорошо видны все рельефы, знаете. Ну, не страшно как бы. Знаете, здесь еще зеркало, очень яркий свет. И ткань такая атласная, она отражает. В общем, мне что, на зеркало пинять? И на ткань атласную отражающую, когда есть живот. Но я как бы пытаюсь найти оправдание себе. И говорю, это здесь зеркало. Эта ткань такая атласная отражает. Ну, в общем-то, конечно, свет плохой. Ну, в общем, да. На зеркало пинять это мы любим. Красивое платье, девочки. Очень, просто очень красивое. Такое, супер. Оно не дешевое. Состав его я не нашла. Я искала, искала, искала. Я только нашла, что подкладка 100% полиэстер. А верх, вот этот вот, значит, 39% ацетат и все. Остальное я вам покажу, сниму этикетку. Может быть, вы умеете меня. Может, я просто дура тупая, что я не могу найти. Не могу найти состав. Я вам сниму и покажу потом. Стоит оно 220. Очень дорогое. Оно очень красивое. Цвет. Фасон. Все прямо. Королевский. Королевский пурпур. Нет, пурпур это серийный. Королевский. Нет, пурпур это такой красный. Правильно, королевский пурпур. Супер. Чикарно. Чикарно. Так, с пиджаком. Красивый. Посмотрите, какой это видовый пиджак. Он такой красно-белый-черный. Поэтому красное платье, конечно, если вы хотите утеплиться. Очень красивый. Нет, не дать нельзя. Так, пиджак стоит 280. И это размер у нас был 38. Шестой американский. Платье у нас было тоже 219 долларов. Тоже размер 38. Шестой американский. Ты спрашиваешь мне? Да. О, я хорошо. Нет, спасибо. Вот. 100% пластер. Но это подкладка. А это 39 ацетату. А все остальное не повезло. Так, ебка типа моей. Только другого цвета. Такого золотистого. И она, по-моему, еще другого сделана. Не знаю, вискута. А может и вискута. Я посмотрела. Но она так не мнется, как моя. И к ней я примерила такой свитер. Очень красивый цвет. 40% шерсти. А все остальное какая-то сборная солянка. Разная. Ничего хорошего. Все остальное. Очень красивый цвет. Такой, знаете, бутылочный синий. Я бы сказала. Размер смол. Он довольно оберсальный. И вот так вот я померила вместе с этой юбкой. Красиво. Очень красиво. По-моему, очень красиво. Конечно, можно такого немножко призаправить свитер, чтобы он не был. Но опять же, вот эта вот ткань атласная, блестящая, не очень виден. Видно все, что выпирается. Ну, на самом деле, это зеркало, это свет. И эта ткань такая, это не может быть. Вы понимаете, да? Ну, на самом деле, это сильно, вот эта ткань, она очень такая, ну, все недостатки подчеркивают. Ну, красиво. Это у меня музыка, я пританцовую. Я надеюсь, что я не слышу, но иначе меня YouTube заблочит. Ну, итак, последний, последний штрих сиреневый пиджак. Цвета вместе. Девочки, вот не бойтесь цвета. Я думаю, что, может, мне надо вынуть у вас свитер, вот, или заправиться. Ну, в общем, сейчас посмотрю. Не надо бояться цветов. Посмотрите, как красиво. Цвета совершенно между собой не сочетаются. Единственное, что сочетается, это золотые пуговицы. Или они серебряные? Да, такие золотые. С юбкой. Юбка такая золотистая. Ну, посмотрите, как это красиво. Ну, и что, что зима? Ну, и что, что холодно? А мы любим цветные вещи, правда? Не, ну, красиво, правда. Я не знаю. Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые любят минимализм, любят, так сказать, более базовые цвета, бежевый, коричневый. Я тоже их люблю иногда. Я сегодня, кстати, пришла вся в таком осеннем комплекте. Знаете, такой коричневый, желтый, бежевый. Но иногда так хочется, что-то такое яркое, цветное. Это же прекрасно. Очень красиво. Мне нравится. Вот я не знаю, как лучше цвет разобрать или цвет разставить длинный. Мне кажется, что если цвет разобрали, то видно линию талии. И оно как бы, ну, подчеркивает, что оно у вас есть. Подвиняет ноги. Вот, вот что я хочу сказать. Но если вот этот вот не все, так сказать, благополучно, то, может быть, лучше его не заправляться. Он, кстати, не застегивается, бежевый. У него нету петель. Видите? Нету петель. Он так и должен быть. Он не застегивается. Красиво. Убка Т-50, размер медиум. Свитер. Свитер 129. Размер смол и пиджак. 279. Размер 38. Шестой. Красота. Убка 100% в результат. Ну, все-таки, закончились наши примерки. Показала вам такую немоверную красоту. Просто немоверную красоту. Правда, весь очень красивый, яркий. Такие. Прямо. Так, как я люблю. Ну, очень дорого. Мы подождем до сейла. Мы, конечно, сейчас ничего не будем покупать. Это просто так для ознакомительная прогулка. Ознакомительная примерка. Все. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам понравилось. Я очень рада встрече с вами. И увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока-бай. А, да. Совсем забыла. Если вам нравится, что я делаю, подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне лайки. Оставляйте комментарии. Ну, в общем, вы все знаете, что делаю. Все. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»